Есть потенциал роста в том, что наш креативный продукт может быть интересен в других регионах и в принципе не важно, где ты находишься. На сцене самые успешные эксперты в области креативной индустрии. В зале самые талантливые IT-специалисты, дизайнеры, урбанисты и многие другие предприниматели Алтайского края. На форум «Мой креатив, мой бизнес» зарегистрировались свыше 130 бизнесменов и бизнесвумен. Так, сюда вы вносите свои ладони. Спасибо. Художница Анастасия – одна из тех, кто увидел в социальных сетях «Центра мой бизнес» анонс масштабного события и не раздумывая подала заявку на участие. Три года назад девушка начала рисовать смолой. Со временем хобби переросло в успешное дело. Так как я сама из творческой сферы, я художник-споленист, поэтому я пришла сюда за вдохновением, за новыми знаниями и за новыми знакомствами, который в принципе уже не начался, уже со многими людьми познакомилась. С некоторыми мы даже перекликаемся. Это может быть какое-нибудь сотрудничество. И в целом я уверена, что здесь порцию вдохновения я своего точно получу. Участники черпают вдохновение и прокачивают свой скилл. А практикующие топ-спикеры из Москвы и Сибири, чей опыт и знаний уже позволил бизнесу по всей России подняться на новую ступень, делиться с предпринимателями лайфхаками. Рассказывают о том, что креативная индустрия сегодня имеет огромный потенциал и на нее нужно делать ставку. Креативные индустрии долгое время воспринимались как какой-то такой чертик из табакерки. В том плане, что очень модно, что-то очень прикольно. Но если говорить про всю страну, это примерно 6, 8, а где-то 12% вкладов ВВП в разные регионы. Чтобы вы понимали, много это или мало, это, например, как вклад в все строительные отрасли. Креативная индустрия – это от айтишников, диджитал, до организации событий, новых ресторанов, новых концепций, архитекторов, дизайнеров, фэшн-индустрии. Там, где глобально талант соединяется с творчеством и с бизнесом. Форум креативных индустрий организовал Центр «Мой бизнес». Мероприятие поддержало и Краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Конечно, мы работали и с ремесленниками, и с разными направлениями, и с гастрономическими бизнеса, и бьюти-сферы. Но вот так, чтобы собрать на одной площадке всех и рассказать о том, для чего эта Края нужна, почему интересы к этим индустриям. Сейчас он на федеральном уровне, в рамках национального проекта очень большой. И на региональном тоже мы не хотим отставать. Вот до этого мы сегодня и собираемся, и задать первый шаг сделать в открытии Алтая для креативных индустрий. В Госдуме уже подготовлен проект закона о развитии креативных творческих индустрий. На протяжении многих лет творческая сфера оставалась с экономической точки зрения в тени. Но пришло время вывести ее в правовое поле. Это позволит предусмотреть меры поддержки для тех, кто только делает первые шаги в этой отрасли. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.